9 часов 10 минут Беларуси, это ток-шоу-будни здесь в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на сайте sb.by, в нашем сетевом издании есть ссылка для видеотрансляции, переходите по ссылке, смотрите нас и, конечно же, слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. Слушать нас можно и онлайн на сайте alfaradio.by. Заходите, жмите play и присоединяйтесь. В гостях у нас сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Сергеевич Гайдукевич. Доброе утро, Олег Сергеевич. Доброе утро, друзья. Ну что же, на старте недели, конечно же, будем обсуждать события, которые происходили на прошлой неделе. Напомню, что совещание с участием президента на базе Беларусского государственного университета, в принципе, поднимало такие глобальные вопросы, которые касаются и БГУ, и действительно, которые касаются, в принципе, нашего государства. Это и перспектива работы БГУ, и дошлифовка всей системы высшего образования в стране, наши отношения с Европой. То есть прозвучало очень много тезисов, но давайте начнем по порядку. В принципе, да, такой детальный, такой насыщенный, долгий разговор состоялся на базе Беларусского государственного университета. Почему такое пристальное внимание президента к системе образования? Потому что молодежь – это будущее страны, потому что то, какое они образование получают, как их воспитывают в вузах, что с ними происходит там, от этого зависит не только будущее этих молодых людей, которые сейчас учатся в университетах страны, а будущее государства. Ведь они все займут должность, они все придут в различные сферы нашей экономики, они будут управлять предприятиями рано или поздно, они будут управлять районными администрациями, они придут в политику, в конце концов. То есть это будущее страны. Почему Запад вкладывает миллионы долларов в то, чтобы молодежь забрать у нас, чтобы перевернуть их сознание, чтобы вложить им в голову то, что им нужно, их ценности? Они прекрасно понимают, военным путем победить нельзя, страну не получится, Россию тоже. Они в России проводят такую же политику, еще даже более агрессивную. Беларусь военным путем не победить. Что делать? Санкции не помогают, ничего не помогает. Изнутри взорвать как? Подготовить поколение людей, которые будут ненавидеть свою страну, которые будут критиковать ее, ругать, которые будут жить другими ценностями, западными. То же самое они делали на Ближнем Востоке. Посмотрите на все цветные революции, которые прокатились по Ближнему Востоку, которые в конечном итоге не принесли ни демократии, ни свободы, разорили, уничтожили. Но кто основной революционер? Молодежь. Кто ходил на Болотную площадь в Москве? Молодежь. На кого делают ставки революционеры? Кто горит всегда огнем и готов на радикальные действия? Пожилой человек? Вряд ли. Вряд ли. Он уже пожил в жизни. Он видел, как меняются режимы, а жизнь становится еще хуже. Молодежь, которая верит, что можно выйти на площадь, помахать шариком, пролить кровь, сделать революцию и на следующий день все хорошо зажили. Они не думают, кто стоит за революцией, сколько денег туда вкладывается. Что за каждым этим лидером революции стоят западные центры, и он будет работать на них. Об этом он не думает. Поэтому ставка на молодежь. Президент всегда уделял огромное внимание развитию системы образования. Всегда лично этим занимался. Не просто кому-то поручал, вникал. Но я бы отметил еще один важный момент. Что президент не рубит с плеча. Он призывает к думанным, взвешенным решениям. Он призывает не раскидываться людьми. Он призывает работать с людьми, но при этом требует жесткой дисциплины, ответственности и результата. Но решения взвешенные, он всегда говорит, не надо ломать. Давайте строить. Давайте не спешить какие-то радикальные меры принимать. Помните, у нас мы тоже ошибки какие-то, на мой взгляд, наделали. То пятибальная система, то десятибальная, то туда, то сюда. И в конце концов, я помню, как президент на совещании стукнул к колокому и говорит, да хватит уже этих перемен постоянных. Вы каждый день готовите новые перемены. А когда учителям и ученикам, и их родителям просто спокойно лет 20 жить. И не думать о том, что в следующем году опять будет по-новому. Вот я объехал всю страну как депутат, как лидер партии. Встречался с учителями везде, с родителями. Знаете, что все хотят в сфере образования? Одного. Стабильность. На многие годы. Стабильность. И чтобы не меняли каждый год правила. Чтобы постоянно не просыпаться, как на вулкане. То же самое же страны касается. Государство. Любую сферу не возьми. Люди не нужны радикальные перемены. Это сказка. Даже развод в семье. Это стресс всегда. Это никто не хочет радикальных перемен. Это ужасно все. Поэтому все должно быть планомерно. И президент это требует. И еще интересно, хочется особенность отметить. Мало государств в мире, где можно с президентом вести такой открытый диалог. Более четырех с половиной часов был разговор. Любой мог задать вопрос. Диалог был открытый, откровенный. Это же не просто лекция какая-то президента. Это диалог. Он слушает. Слышит. Слушает профессоров. Слушает преподавателей. Слушает людей, которые отдали жизнь этому образованию. Которые все знают. И не просто слушает. Он принимает решения, исходя из этих вот моментов. Потому что это очень важно для государства. А много таких стран, где президент может так слушать. Где так вникать. Что пять часов разговаривать с преподавателями, с профессорами. Это дорогого стоит. Ну и конечно потом был пресс-подход, где президент очень откровенно ответил всем хейтерам и сказочникам, которые льют сказки на нашу страну. Кстати, то, что касается действительно глобальных заявлений. Давайте тоже несколько их здесь прокомментируем в этой студии. То, что касается многополярного мира. Опять же, Александр Лукашенко уже не единожды об этом говорил. И говорит. И даже действительно так предвосхищал события. Потому что действительно то, что сейчас происходит, об этом глава государства заявлял уже давно. Что нужен многополярный мир. Вот сейчас, на данном этапе, как вы оцениваете, в принципе, и итоги саммита БРИКС. Потому что, по словам президента, это очень сильный шаг к многополярному миру. А вот на данном этапе мы все ближе и ближе к этому? Это долгий процесс. Не будет такого, что вот проснулись мы. И все многополярный мир. И все многополярный мир. Америка не то государство, которое было раньше, которое там решает миллион вопросов по миру. Значит, все красиво, хорошо, войны нет. Так не бывает. То есть процесс это длительный. Это геополитика. Но президент правильно сказал, очень откровенно, что этот процесс уже идет. И если говорить о саммите БРИКС, то первое, что надо отметить. Знаете, я иногда читаю критику саммита. Он ничего не решает. Это не жесткая структура. Как, например, Европейский Союз. Значит, там у каждого свое мнение. Много разных интересов, которые тяжело совместить. Но посмотрите на реакцию Запада на этот саммит. Если этот саммит ничего не значит, чего такая нервная реакция? Чего переполошились? А переполошились, потому что прекрасно понимают, что как раз-таки этот саммит очень важен. Это шаг к многополярному миру огромный. Сколько стран приняло решение подать заявку на вступление? Сколько новых стран приняли уже? Какие там обсуждали вещи? Обсуждали вещи, которые для Запада неприемлемы. Против колониальной политики, за равноправие народов и государств, за то, чтобы каждое государство имело право развиваться так, как считает ее народ, за многообразие, никакого глобализма и всех под одну гребенку. Значит, против цветных революций, против санкций. Какое решение одно из ключевых? Греция подала заявку на вступление в эту организацию. Одно из ключевых положений организации, что если страна вводит санкции в отношении других стран, которые находятся в этой организации, ее принять нельзя. Поэтому какой путь у Греции? Выйдите с Евросоюза, отменить санкции в отношении других стран и, пожалуйста, добро пожаловать. Они этого сейчас не сделают, потому что как раз-таки Евросоюз – это диктатура, это никакая не демократия, это интересы нации целых и народов в Европе переламывают через колено. Даже не ради Европы, а ради Вашингтона. Вот в чем трагедия Европейского Союза, что их интересы европейские никто сейчас не учитывает. Но шаг огромный, вот этот БРИКС, и не только БРИКС. Весь мир меняется, но процесс этот длительный. И, кстати, надо не стесняться говорить, что Беларусь – одна из тех стран, на которые смотрит весь мир. За что? А мы – одно из немногих государств в Европе, которые по-настоящему суверенны и независимы. Нас ни в войну никто не может тянуть без нашего решения, а мы не хотим, потому что нам война не нужна. Нас на колени никто не может поставить, потому что мы сильный духом и независимы. Независимы по-настоящему. У нас элита страны деньги за границей не хранит. У нас президент страны не имеет недвижимости за рубежом, как у других президентов, поэтому они полностью зависимы. И дети все здесь у президента. Это крайне важно для суверенитета. Поэтому они на нас смотрят, смотрят. И Ближний Восток, и Африка. Кстати, смотрят, и действительно такие конкретные шаги. Вот Сергей Леник заявил о том, что Беларусь рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки, которую официально подали в мае. Так вот, в ходе контактов со странами-членами БРИКС, со странами-партнерами, уже получили четкие заявления, что заявка Беларуси находится в приоритете. Убежден, что Беларусь будет членом БРИКС, будет принято достаточно быстро. И вот еще один крах сказок Запада о том, что Беларусь можно изолировать. Изолировать можно самих себя от себя. Значит, они могут сами себя изолировать. А Беларусь, а тем более Россию, а Россия и Беларусь это союзное государство, изолировать невозможно, что саммит БРИКС и показал. Вот эти все сказки о том, что мы будем одни, это вы будете одни. А мы будем со всем миром разнообразным, многообразным. И мир будет свободный. Рано или поздно мы победим. Потому что идеи свободы, справедливости, они поддерживаются абсолютным большинством человечества. И сегодня мы видим, что за нами идут ведущие страны, где проживает большинство населения Земли. Кстати, вот то, что касается, опять же, наших соседей и то, что касается такой политической истерии, конечно же, поговорим о Польше. Александр Лукашенко тоже отметил, что белорусская тематика в Польше, это действительно политический такой ход. Хотят на белорусском коне въехать в польский парламент. Вот что происходит? Знаете, кого мне напоминают польские руководители, это, знаете, такие виртуальные воины, которые строят перед Европой и США таких великих бойцов, готовых идти на фронт, воевать. Значит, что они такие мощные, сильные. И они обосрутся при первой же серьезной войне. Как было всегда на протяжении тысячелетней истории Польши. Вот это пугалово перед выборами. Ведь на самом деле они прекрасно знают, что белорусникам не угрожают. Вагнер никому не угрожает на территории Беларуси. Если бы завтра, вот была бы новость, что Вагнера нету, тактического ядерного оружия нету, союзная группировка белорусско-российская ушла, вы думаете, польская риторика бы поменялась? Знаете, что бы сказал президент Польши? Он бы вышел. Это не просто так. За этим что-то стоит. Угроза наросла. Дайте больше танков. Дайте больше оружия. Дайте больше денег. Мы будем бороться с белорусами. Его спросят, так там уже вообще убрали даже союзную группировку. Нет, нам все угрожают. Вы понимаете, нам водопровод отравят. Нас хотят убить, уничтожить. Все ради чего? С одной стороны, выборы, об этом президент говорил, к власти прийти, значит, продлить свое существование. Мы же прекрасно знаем, что в Польше демократии нет. Режим Качинского продолжает существовать. Дуда его ставленник. Более того, и демократии никакой нет, и выборов как таковых нету, потому что вторая партия, которая соревнуется с Дудой, фактически такая же проамериканская, проевропейская партия. Людей, которые будут говорить, а таких в Польше очень много, которые хотят нормальных отношений с Беларусью, хотят нормальных отношений с Россией. Их никто к политике не допускает близко. В Европе всегда иллюзия выборов. На Украине, говорят, демократические выборы каждый год. Какие выборы? Был Зеленский и Порошенко. А что, кто из них отличается друг от друга? Зеленский всех обманул, говорил, что он остановит войну, что он нормальные отношения с Россией построит. Но как можно было ему верить, зная, кто за ним стоит? А за ним стоят те, кто между собой соревнуется, кто больше ненавидит Россию. Потому что все их деньги в США, все их деньги в Лондоне. Поэтому какие-то выборы. В Европе везде так. Два-три кандидата. А кандидатов, которые выступают за что-то иное, если и пускают на выборы, то репрессируют. Не дают работать. Возьмите Германию. Альтернатива для Германии. Хотят запретить. Мари Люпен. Рейтинг 44%. И не дают стать президентом. Не дают. Бюрократическая эта элита европейская не позволит. Они умрут, чтобы она стала президентом. В Венгрии пропустили такого человека, который отстаивает национальности. Интересы Венгрии. Почему пропустили? Не смогли. В Венгрии ни Германия, ни Франция. В Германии, Франции, американцы этого не допустят. В Венгрии пропустили. В Венгрии не ключевая страна Европейского Союза. А Франция, Германия под их полным контролем. Возвращаясь к Польше. Второй момент, помимо выборов. Почему это антибелорусская истерия у них? Это показать американцам свою хорошую работу. Ведь все деньги, все благополучие экономическое Польши липовое. Почему липовое? Потому что все их предприятия уже им не принадлежат. Все уже за рубежом. Значит, построено на прямых инвестициях США. Которые деньги могут давать только за одно. Бороться с Россией. Бороться с Белоруссией. Им не нужна единая Европа. В свое время американцы сделали правильный вывод. Для себя. Так. Нам единая Европа это страшный сон. Смотрите, есть Германия, Россия. Ужасно, что у них хорошие отношения. Помните, как они нервничали? Когда Германия с Россией были в прекрасных отношениях. Когда газ, нефть, когда северный поток. Им это не нужно. Как расколоть Европу и ослабить Россию? Первое. Раскол Европы благодаря вот таким странам, как Польша и Литва. Ведь они ведут борьбу не только против России. Но и с Германией конкурируют. С одной стороны. С другой стороны, конфликт в Европе, а Украина никогда не сделает Европу сильной. Он ее ослабляет каждый день. Американцев это устраивает. Вот откуда польская истерия. Но я бы им советовал одну вещь. Если бы поляки хоть раз в жизни смогли посмотреть график президента и его работы за месяц. Посмотрите. Четыре с половиной часа в БГУ. Поездки по стране урожай. Экономика. Посещение предприятий. Реальные дела. Какая война? Поляки бы спросили у президента Дуды. Ты что, сумасшедший? Посмотри, чем Лукашенко занимается. Он целый день занимается тем, чем должен заниматься ты. А ты только ходишь, танки рассматриваешь. И пугаешь нас войной. Пугаешь нас тем, что ядерная бомба упадет. А посмотри, вот наш сосед Лукашенко занимается экономикой. Занимается сельским хозяйством. Где война? Он ни одного слова про войну не сказал. Он все время говорит, не лезьте к нам. Не лезьте. Мы войны не хотим. Мы хотим мира. Если бы поляки это увидели. Вот правильно президент сказал. Соседи это не выбирают. Мы никогда в жизни не будем приравнивать польский режим к польскому народу. Польский народ нам дан Богом по соседству. Мы не хотим с ними ругаться. Мы хотим нормально жить, нормально ездить, нормальная граница. И этого хочет 99% поляков. Им нужны хорошие границы, мирное небо над головой и никакой войны. И что поляки хотят погибать за американские интересы на Украине? Нет. Но сколько денег вложили американцы в националистическую пропаганду, в том числе в Польше? Почему весь европейский национализм, вот этот, вокруг России, построен на антироссии? Посмотрите какой бред. Как только альтернатива для Германии. Берем опять Германию. Партия за Россию, но националистическая. Плохая партия. Для американцев плохая. Фашист. Так? И для европейцев этих элит. Бор или этот дед сумасшедший. Фашист. Значит, если это постсоветское пространство, партия националистическая, национализм построим. Ненавидим Россию. Прекрасная партия, борьба за демократию. Вы видите, какой бред. И у них такая политика во всем мире. Ненавидишь Россию? Демократ. Любишь Россию? Фашист. Подонок. Мерзавец. С Китаем хочешь хороших отношений? Не демократ, авторитаризм. Вот вся политика Запада. В двух словах. Вот возьмите на националистических партиях и посмотрите. Почему партии националистические во Франции, в Германии, в Италии, поддерживающие Россию, считаются ужасными? Партии, которые нацистские фактически в Украине, но они против России, хорошая партия. Вот и вся политика. Кстати, то, что касается, опять же, ситуации в Польше, мне кажется, что и беженцы тоже сейчас на данном этапе будут еще больше страдать. Потому что, опять же, уже появляется, что очередные жертвы насилия польских силовиков на границе появляются. Вот кроме антибелорусской истерии, может ли подключиться опять истерия и по поводу беженцев? Ведь тоже храняют же, якобы, от беженцев. Истерия от беженцев не закончится, потому что Польша строит из себя государство, которое в Европе огромное миграционное настроение, антимиграционное настроение. Европейцы устали от мигрантов. Их тошнит от них. Миллионы. Посмотрите, во что Берлин превратили. Во что Париж превратили. Но кто в этой политике виноват? Запад. Американцы кинули Европу на Ближнем Востоке. Они втянули ее в войну, вторглись в Ирак, уничтожили Ирак, значит, забрали всю нефть себе. Европейцам нефти не дали. Они стали покупать ее потом у американцев. Иракская нефть, она у американцев. А европейцам за то, что они вторглись в Ирак, американцы подарили миллионы мигрантов. Забирайте. Вот, пожалуйста, нате. Нам своих мексиканских хватает. Вы забирайте этих. Вот что Европа получила от американцев. А они ее все целуют в задницу. Значит, и газ у них втридорого покупают, вместо того, чтобы с Россией сотрудничать. Это вот благодарность американцев для Европы. Теперь дальше. Естественно, европейцы устали. Отсюда популярность антипартии миграционной. Партия Дуды и Кочинского во многом пришла к власти благодаря вот этой борьбы с мигрантами. Они говорят, мы будем настоящей европейской страной. Мы будем с мигрантами разбираться. Мы не допустим их в Европу. И они это все делали за счет чего? За счет Белоруссии. Польша, Литва границу не в состоянии охранять. Они разворовывали деньги Евросоюза. Ни хрена не делали. И мы на протяжении десятков лет делали за них работу. Лукашенко сказал правду. Буквально на этом пресс-подходе. Мы никакого миграционного кризиса не создавали. Мы не вторгались в Афганистан, в Сирию, в Ирак. Мы не лезли на Ближний Восток. Вы лезли. Вы создали миграционный кризис. Вы позвали мигрантов в Германию. Вы доплатите им пособия. Вы их позвали. Вы разрушили страну. Вас спросили курды. А что нам делать теперь? Вы нам обещали государство. Вы его не дали. Приезжайте к нам. Всех накормим. Всех напоим. В демократии. Государство дадим. Они приехали. А поляки сейчас показывают всей Европе, как они борются с мигрантами. И президент правду сказал. Мы не будем за вас делать вашу. Вы водите в отношении наши санкции. А мы будем за вас делать вашу работу. То есть мы не будем за вас работать. Но никаких миграционных кризисов мы не создавали. Теперь стену построили. Это вообще идиоты. Как может стена спасти от мигрантов? В Мексике американцы вложили миллионы, миллиарды, наверное, долларов. Стены. Что там целая армия? Все равно они тоннели роют. Как шел поток мигрантов, так и идет. И здесь стена никого не спасет. Подкоп будет под стену. Сверху стены залезут. Но они могут дальше пойти. Колющая проволока, ток убивать будут. Уже убивают. До сих пор польская власть не пустила ни одну международную организацию на пригранище. Посмотреть, сколько их там закопано. Сколько трупов нам уже подбросили. Сколько избитых. Сколько искалеченных. И это все Европа, демократия. А где ООН? Где европейские институты? Где сумасшедший старик Боррель? Почему он не лезет туда? А только сказки рассказывает. Про то, как скоро Россия рухнет от его великих санкций. А Венгрия уже говорит. Надо спросить с европейских чиновников. Почему санкции, которые мы ввели для Европы в отношении России и Беларуси, бьют по нам. И ничего вы с Россией не сделали за это время. Вот что происходит. И стена не поможет. Ни купол над Польшей не поможет. Стеклянный. Ни силовое поле. Но вот эту истерию они будут нагнетать. Они сейчас поставили снайперов. Якобы против Беларуси. А на самом деле будут отстреливать скоро мигрантов. Любой ценой будут показывать, что они якобы с ними борются. И это страшно, античеловечно, потому что это люди, это дети, это семьи. Причем эти семьи возникли благодаря тому, что разрушили Ближний Восток. Вот Ирак жил при Саддаме Хусейне. Никто не ехал в вашу обостренную Польшу. Никто туда не хотел ехать. Чего вы разрушили страну? Чего вы туда пришли? Чего вы им эту демократию обещали и не дали? Забрали нефть только. Вот ваша разорительная политика. Поэтому армия НАТО такая же. Она не спасла ни одну страну, только уничтожала все. Всегда. Разоряла и забирала. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прорвемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды. А дальше снова появимся здесь, в этой студии. 9 часов 39 минут в Беларуси. Это ток-шоу-будни. Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by, в нашем сетевом издании, на главной странице, ссылка для видеотрансляции. Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Олег Сергеевич Гайдукевич. Олег Сергеевич, еще одна фобия у наших соседей. Это, конечно же, масштабное учение ОДКБ, которое пройдет в нашей стране с 1 по 6 сентября. Уже и учений боятся и пытаются на этот момент акцентировать внимание. Это фобия непроходящая. Все учения на территории Беларуси, осуществляемые с Россией, вызывали всегда огромный всплеск в соседних странах, публикации, истерии. Причем искусственные, абсолютные. Простые литовцы, поляки, они же не переживают за эти учения. Это делается сознательно. Сознательно вот это нагнетается. Специально делается и делается всегда. Сейчас особенно для того, чтобы подчеркнуть якобы имеющуюся какую-то угрозу со стороны Беларуси в отношении соседних стран. Беларуси и России. Президент очень четко ответил на это. Знаете, так по ходу дела, обсуждая серьезные вопросы, он сказал, да хватит уже про эти учения, там кого-то пугать. Никого они на самом деле, ну никому не угрожают. Но я бы еще добавил для наших соседей. Давайте, друзья, так. Наши соседи, данные Богом. На самом деле, все, что делает Беларусь на своей территории, на границах с вами, всего лишь ответ на ваши действия. И так было всегда. Ответ адекватный, спокойный. Более того, этот ответ направлен на то, чтобы не было войны. Мы же знаем, что вы не самостоятельные. Мы знаем, что литовцы воевать не хотят. Более того, они там все разъехались. Только если этой Карач там дать автомат, или там этой Свете нашей сумасшедшей, она сейчас вот отвлекусь, в турне поехала. Австрия у нее впереди турне. И так это объявлено. Турне наших беглых лидеров. Перевожу. Осень, наступает зима. Нужны новые колготы. Новое пальто. Новая шуба. Штаны. Деньги надо. Вот их турне. Вот Зеленский ездит, побирается. Так там хоть деньги идут на войну с Россией. Запад дает. А тут они приходят к западным политикам. Наши эти беглые мерзавцы. И западные даже политики знают. Опять себе купит колготы. Это дура. Опять накупит штанов. И ничего не будет. То есть вот что их ждет. Возвращаясь к учениям. Эта истерия продолжается. Президент им очень четко ответил. Мы всегда это делали только в ответ на западные действия. Если бы они к нам границы НАТО так не подвинули. Если бы Польша не поставила такой большой контингент. Мы бы тоже не просили например вспомнить о развитии событий. Президент обратился чтобы союзная российская и белорусская группировка развернулась. Когда? Когда Польша так уже подняла ставки. Что был риск большой. Мы привели сюда союзную группировку. Они стали дальше повышать ставки. Президент принял решение. Вместе с Путиным обсудили. Ставим тактическое ядерное оружие. Все. Все успокоились. Значит все сразу какая война. Зачем нам Беларусь нужна? Боимся. Они дальше нагнетают. Раз. ЧВК Вагнер. Проводит учения с нашими солдатами. ЧВК Вагнер никому не угрожает. Тысячу раз президент про это говорил. Кстати и про ЧВК Вагнер. Президент очень много отвечал. Эти фейки. Все сказки. Он все очень подробно рассказал. И одна из фраз его стала уже ключевой. И на мерч подходит. Вагнер жив. Вагнер жил. И Вагнер будет жить. Здесь на территории Беларуси. Он все рассказал. Для чего Вагнер. Почему Вагнер. И кстати все знают что президент слово держит. Но европейцы должны спать спокойно. Вы со своими лидерами разберитесь. Никакого конфликта не будет. Если ваши лидеры не будут нагнетать ситуацию. Нам война не нужна. И мы самостоятельно. Европа должна знать и знает. Нас никто в войну не вкинет. Мы сами решаем. А нам не нужно. Вот Польша мы боимся. Не Польшу боимся. Войны не хотим. Потому что мы победим. Уничтожим. Ничего не будет. Там не останется. Но мы знаем что поляки воевать не хотят. Но их могут не спросить как украинцев. Могут кинуть. Для этого мы наращиваем здесь. Чтобы хозяева поляков. Польской власти. Потому что польский народ я уважаю. Люблю. Это наши соседи. Богом даны. Они их могут кинуть. Но не кинут зная что по ним ударим. По центрам принятия решений. Об этом президент не один раз говорил. Из-за этого и войны нет. Знание Западом. Что Беларусь и Россия в случае развязывания агрессии нанесет удары по центрам принятия решений. И это не будет никакой СВО. Это будет тотальное уничтожение врагов наших. Сдерживает войну. Поэтому мы все делаем для мира. А учения. Их будет много. Пусть привыкают. И больше будет учений. Армия должна тренироваться. И будет тренироваться. Ради того, чтобы европейцы не гибли никогда. Чем больше на территории Беларуси учений, тем меньше вероятность войны. Мы спасаем Европу от войны. Прибалты должны благодарить. Литва была в безопасности только тогда, когда наши ракеты во время СССР стояли там. Поэтому пусть радуются, что мы сейчас все это делаем. Кстати, то что касается обычных жителей. Страдают люди. Уже говорят о том, что в польском Жешеве болезнь легионеров косит людей. Уже умерли 10 человек. Более сотни инфицированы. В принципе, такая вспышка достаточно серьезная. Вот про биологическое оружие, которое на территории Украины говорили не единожды. Правда, сейчас эта тема немножечко с информационных полос сошла. Но тем не менее, давайте проговорим. Потому что ведь это тоже важно. Ведь последствия это глобальное, что происходит. Я бы вообще предостерег от каких-то шуток в вопросах биологической безопасности планеты. Это очень страшная ситуация. И биологическое оружие уже является реалией, с которой мы сейчас живем. Вспомните коронавирус. Я убежден, что он искусственного происхождения. Такая пандемия, как коронавирус, не первая и не последняя будет. Впереди еще много пандемии. Это хорошее оружие управления людьми. Это хороший способ для того, чтобы управлять. Для того, чтобы решать какие-то боевые задачи. Вспышка именно в Жешуо, в городе ключевом для поставок оружия на Украину, не просто так, на мой взгляд. Убежден. И связываю я это именно с тем, что с Украины эвакуировали в том числе биологические лаборатории. Через какой город их эвакуировали, как это все происходило, тоже исключать нельзя. Но я бы еще один момент отметил. Посмотрите, у них даже инфекция вспыхнула, сразу Путин виноват. Вот не успело что-то произойти, сразу виноват Путин. В Европе пора очнуться и сказать правду. Не Россия виновата в ваших бедах, начиная с последних лет. А вы сами. Вы влезли в Ближний Восток, сделали себе миграционный кризис. Вы, по указке Вашингтона, влезли в украинский конфликт сейчас и продолжаете уничтожать собственную экономику и суверенитет. Вы, введя санкции в отношении России, бьете по собственным гражданам. Поэтому политиков надо там менять. Суверенными становиться. С инфекциями бороться. Развиваться. Развиваться. Быть самостоятельными. И тогда не будет ничего плохого. А пенять на Путина, да уже европейцы не верят. Они уже смеются. Они включают телевизор, там опять выходит ведущий и говорит, Лукашенко Путин, во всем виноват. Этот европейец смотрит, тьфу на вас бы, надоело. Цены растут. Все только хуже, а вы все сказки рассказываете. И война. Вы же обещали Россию победить за три месяца. Сейчас говорите, что это будет долго. Сейчас рассказываете, а сколько спрашивают, не знаем. Уже никто и не говорит о какой-то победе. Уже все европейские политики говорят, надо подольше, чтобы к переговорам прийти на максимально выгодных условиях. Сволочи вы. А в это время должны люди гибнуть. В это время чьи-то дети, старики. Значит, кто-то лишился отца, кто-то лишился сына. А вы, вы торговываете себе лучшие позиции для переговоров. Ничего вы себе не выторговываете. Придется вам в конечном итоге все равно садиться и будете вы с Россией договариваться. И будете вы с ней жить и дружить, никуда не денетесь. Никуда не денетесь. А больше всех, знаете, кто пострадает? Вот эти гавкающие страны, руководство этих стран. Литва, Польша и другие прихлебатели. Знаете почему? Потому что все равно мир поделят. Все равно Россия с США договорятся. И Китай будет в теме. И все встанет на свои места. А где вы будете, гавкающие ребята? Кому вы будете нужны? Поэтому это неизбежно. Надо слушать нашего президента, который, кстати, говорит искренне. За стол переговоров надо садиться уже сейчас. Ради одного. Чтобы люди не гибли. Но, к сожалению, мы видим, что Западу на людей плевать. Они могут только с высоких трибун рассказывать о демократии, о свободе. О том, что каждый имеет чувство с себя кем хочешь. Не только трансгендером. С собакой можешь быть, котом. Можешь делать операцию, мышью стать. Руки пришить, стать тараканом. Вот их свобода. А свобода живым быть. Свобода, чтобы дети ракеты не видели. Такая свобода Западу не нужна. Гибнете, сдохнете там. Главное, чтобы чуть-чуть, может, получится ослабить Россию. И помочь американцам доллар свой сраный, зеленую эту бумажку, сохранить доминирующий. Война идет за доллар. Только за доллар. Об этом президент тоже рассказал. Они хотят, чтобы доллар был вечно с нами. Чтобы он ничем не обеспечен был, как сейчас. Они продолжали его печатать и раздавать. Вот таким, как, значит, эти наши беглые, зеленские и войны развязывать по всему миру. А сейчас они хотят в Африке войну. И она будет. Война за Африку началась. Кстати, то, что касается войны за Африку, вот действительно важная тема. На данном этапе много информации появляется. И говорят о том, что, в принципе, сейчас на данном этапе уже пытается Франция как-то ситуацию восстановить. Получится ли? Получится ли восстановить влияние? Смотрите. Никогда уже Франция не станет той страной, что была в Африке. А в свое время это была крупнейшая колониальная держава. И такое оставалось до последнего времени. Но борьба за Африку продолжится. Евросоюз не хочет Африку терять. Потому что у Европы ничего нет. Кроме понтов и технологий, которые они тоже во многом украли у слабых. Но у них нет ресурсов. Нет газа, нефти, нет алмазов, нет урана. Ничего нет. В Африке это все есть. Почему они ненавидят Россию? Всю жизнь, веками ненавидят. Потому что Россия большая, и у нее столько ресурсов. Они от этого, их от этого тошнит. В Европу приезжаешь, каждый сантиметр земли уже продан. Пять раз. По России едешь, целые территории еще. Они смотрят на это, им плохо, а еще ресурсов сколько. Африка то же самое. Они хотят, как и раньше, как у Нигера, за 11 долларов покупать, за 112 продавать уран. Но, знаете ж, беда Европы какая в Африке? Американцы с их интересами там считаться не будут. Если им надо будет кинуть Европу в Африке, для того, чтобы им покупать уран, для того, чтобы им добывать какие-то ресурсы, они это с удовольствием сделают. Зная, что Европа ничего в ответ пока сделать не может. Поэтому борьба будет, там активную роль будет играть Китай уже играет. Россия, которая пользуется огромным авторитетом в Африке. Беларусь, которую знают как страну, которая не развязывает войны, держит слово. И является серьезным европейским государством, с которым африканцы хотят иметь дело. Это видно и по визиту нашего главы государства, и по контактам МИДа. Поэтому война за Африку будет. Франция будет до последнего цепляться за то, чтобы в Африке оставаться колониальной державой. Весь французский легион работал там. А вот Вагнер критикуют, кстати. Говорят, зэки Вагнер. Друзья мои, больше зэков, чем во французском легионе, нету ни в одном ЧВК. Это что? Там всех берут подряд. Говорят, перелез через забор, получил паспорт и вперед в африканскую страну воевать. А они тут критикуют Россию за ЧВК Вагнер. Вы свой французский легион распустите, а потом к нам обращайтесь по поводу ЧВК Вагнер. Кто вы такие вообще учите? Что вы лезете? Что хотим, то и создаем. Надо будет 10 ЧВК создадим. Вас не спросили. Поэтому война за Африку продолжится, но война будет не такая, как кто-то ждет. Кто-то думает, завтра войдут войска американские, там российские, начнется война. Нет. Давным-давно уже приняли решение, что лучше всего, чтобы воевали сами. Поэтому будут стравливать разные политические течения, как в Нигере, как в Судане, как в других африканских странах. Поддерживать то одних, то других. Давать деньги то одним, то другим. Решая при этом свои геополитические вопросы. Вот такая война будет. Война цветных революций, госпереворотов и гибридных войн. Вот какие войны нас ждут. Кстати, то, что касается, опять же, континента, который сейчас так пристально внимание к себе привлекает. Вот, опять же, выборы в Зимбабве показали, что все-таки не получилось прозападным, скажем так, ставленникам набрать определенное количество голосов и, в принципе, победить. То есть президент республики Зимбабве переизбран. Президент, кстати, от себя лично и от белорусского народа поздравил с переизбранием главу этого государства. Ну, получается, что все уже, да? То есть не работает эта система. То есть не верят люди. Она сыпется. Она сыпется. Потому что африканцы уже не верят Западу. Это не значит, вот не надо тоже питать иллюзией, что завтра Африка откажется от сотрудничества с США и Европой и будет только с Россией. Нет. Африка учится отстаивать свои национальные интересы. Они хотят работать и с Россией, хотят что-то делать с Европой для себя. Они не хотят быть колониями. Но разница между Западом и нами в том, что мы поддерживаем это стремление африканцев. Мы хотим, будьте самостоятельны, работайте с кем хотите. Мы никогда не скажем африканской стране, не работайте с американцами, а работайте только с нами. Мы так не говорим. Это американцы Запад. С Россией не работайте, санкции введите. Почему вы лезете во весь мир и говорите, что делать? Кто вы такие? Кто такой Макрон, чтобы учить африканскую страну в отношении, кого вводить санкции, в отношении, кого не вводить? Им говорят, посол Франции, убирайся с Франции. Он не уезжает. Это что, уважение суверенитета страны? Нету никакого уважения. А мы уважаем суверенитет. Мы, вот почему нас африканцы любят? Мы не лезем в их дела. Мы хотим сотрудничать, хотим торговать. Но мы не будем менять режимы. Мы не будем учить их с кем общаться, с кем нет. Мы не говорим, какой у вас должно быть избирательное законодательство. Это бред. У них свои традиции. Может, они хотят на сходе каком-то избирать. Их дело. А приезжает Боррель, старик сумасшедший, с зарплатой в десятки тысяч евро и ущет демократии, причем пренебрежительным тоном. Вы джунгли, мы цветущий сад. Да видели мы в Берлине. Выйди, Боррель, с кабинета и посмотри на свой сад, где куча мусора, говна, мигрантов. Не убирается все. Вы над мигрантами зеваетесь. У тебя цветущий сад. Ты с дома выйди. Сидишь, телевизор только смотришь. Поэтому вот и весь цветущий сад. А мы уважаем африканские народы. Поэтому наше будущее в Африке, на мой взгляд, крайне хорошее. С нами будут работать и работают уже. Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Сергеевич Гайдукевич. Спасибо огромное, Олег Сергеевич. До встречи в буднях.